Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов. Джузеппе Мальтени. Ребекка. Около 1835 года. Холст масла 51 на 44. Эта картина пример того, что коллекция музея Польди Пиццолли продолжала пополняться в 20 веке, через много лет после кончины его создателя. В 1997 году была преподнесена музей в дар от Франческо Пикколо Брунелли. Сама работа необычна для его автора, известна в основном портретами современников. Однако создание образа послужили весомые обстоятельства и, прежде всего, впечатлительность художника. В это время огромной популярностью среди образованных слоев общества пользовался роман Вальтера Скотта Айвенга. Так что перед зрителем не библейский персонаж, а героиня романа великого шотландца, названная в честь него и ставшего одним из самых привлекательных образцов романтической эпохи. Мальтене был ценим за искусственное умение деталью уточнять характеристику образа. И здесь зрителю вовсе не нужна развернутая мизансцена, чтобы прочувствовать драматизм. Богатый наряд благородной еврейки, симметричная строгость плечевого пояса, подчеркнутая кантом ворота, открывает нам ее внутреннюю твердость, а слегка склоненная голова, бесконечно трогательные прядки темных волос на белоснежных плечах и печаль в коре глазах, грустную правду о не случившейся любви. Но вот такое описание к работе Джузеппе Мантелли Ребекко около 1835 года я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч.